Bismillah alhamdulillah, salatu as-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa man wala maba' На прошлом уроке завершили разговор относительно насов, то есть родословный пророка, салаллаху алиусаляма, до Аднана. Давайте здесь еще несколько полезных моментов относительно вчерашнего урока подпишем и затем перейдем на дальнейшее чтение. Во-первых, слова Ибн Касира, где он сказал Все племена арабов приписываются вот к этим людям, которых я упомянул, из детей Аднана. Так, здесь необходимо подписать, что имеется в виду племена арабов Аднанитов, а не Кахтанитов. То есть известно то, что арабы бывают двух больших родов, двух больших народов, а это Аднаниты и Ахтаниты. Ахтаниты это те, которые в имени, Аднаниты это те, которые ближе к ныжду и так далее. Так вот, вся эта родословная, которая была приведена выше, вся она касается кого? Именно Аднанитов, то есть тех арабов, которые возвращаются к Аднану, а не к Кахтану. Об этом еще сегодня разговор также, иншаллах, придет. Также здесь можете у себя подписать то, что Аднан это двадцатый дед. Двадцатый дед пророка, салаллаху алию салям. И можем их перечислить, то есть просто голым перечислением, для того, чтобы вы могли их подчеркнуть. Могли их подчеркнуть, чтобы у вас книжка была подчеркнута и сразу видно, кто является основным дедом. Так вот, первый это Абдул-Мутталиб. Первый Абдул-Мутталиб, то есть после того, как было приведено, приведена кунья и имя пророка, салаллаху алию салям, а также его другие различные имена. А потом его дяди и тети, ибн Касир сказал, гауля куллиум аулят Абдул-Мутталиб. Все они дети Абдул-Мутталиба. Вот с этого сейчас перечислим конкретно только лишь дедов. Так, подчеркните, знаешь, у себя Абдул-Мутталиба. Потом идет Хашим. Потом, если хотите, так, просто для того, чтобы это было удобнее и сразу наглядно видно. Потом Хашим, потом Абдул-Мутталиб, потом Усай, то есть Абдул-Мутталиб получается первый дед, Хашим второй дед, Абдул-Мутталиб третий, Усай четвертый, Келяб пятый, Мурра шестой, затем Кааб седьмой, затем Люэй восьмой, затем Галиб девятый, затем Фигр десятый, затем Малик одиннадцатый, затем Анмабр двенадцатый, затем Кинана тринадцатый, затем Хузаима четырнадцатый, затем Мудрика пятнадцатый, затем Ильяс шестнадцатый, затем Мугар семнадцатый. Затем Низар 18, Маат 19 и Аднан 20. Вот это вот 20 дедов пророка. Также здесь подпишите то, что вот эта вот цепочка родословной до Аднана относительно нее ученые единогласны в ее правдивости и в ее правильности. Ученые единогласны в том, что она является правдивой родословной пророка до Аднана. Это без разногласий. Также подпишите, что то, что после Аднана и до Исмаиля, относительно этого есть разногласия. Не говоря уже о том, что после Исмаиля до Адама. Здесь также разногласия еще больше. Также можете подписать то, что есть единогласие. То, что Ибрагим возвращается к сыну Нуха, которого звали Сам. Которого звали Сам. К этому сыну Нуха возвращается Ибрагим. Это тоже единогласно. Это те некоторые моменты, которые необходимо было подписать относительно вчерашнего урока. Далее говорит Хафз ибн Касир, рахиму Аллаху Та'ала, «Ва Курайш, аля каул акса и ахли Насаб, хуму ладина и антасибуна, и ла фигр, ибн Малик, ибн Надр, ибн Кинана, ибн Шаду Физалик». Теперь Хафз ибн Касир начинает разбор вопроса о том, кто такие Курайшиты. То есть, при чем здесь Курайш и кто является из этих всех дедов Курайшем. Говорит, что касается Курайшитов, то по мнению большинства ученых Аль-Насаб, то есть большинства ученых родословных, здесь не имеют ввиду ученые шариата или ученые хадисы и тому подобное, но ученые родословные. Так вот, большинство из них сходится на том, что Курайш это фигр. Фигр ибн Малик, ибн Надр, ибн Кинана. И то, что именно к этому фигру возвращаются все остальные Курайшиты. То есть, если мы скажем Курайш, докуда идет? Мы говорим вот до фигра. От пророка, салаллаху алейкум, и до фигра это кто? Курайшиты. Все, что выше фигра, это уже не Курайшиты. Потому что фигра это и был Курайш. Говорит, у аншаду фийзалика, нам фигр, может у себя подметить, мы говорили, какой дед. Фигр только что перечисляли, то, что он является десятым дедом пророка, салаллаху алейкум. Так вот, говорит у аншаду фийзалика, и даже ученые родословные относительно этого привели стихотворение. Кусай юн ла амри, кана юда аму джаммиа. Кусай ла амри, то есть, что-то вроде ла амри, это не клятва своей жизни, но утвердилось в шариате, приходит даже в некоторых из хадисов. Что-то вроде клятвы. Кана юда аму джаммиа. Говорит Кусай, его называли муджаммиа. Мы это помним или нет? Говорили то, что Кусай назывался муджаммиа. Почему? Потому что он собрал всех хурайшитов в единой Мекке на территории запретной, после того, как они были раскиданы по разным местностям за Меккой. Дальше продолжается в стихотворении, именно им, то есть, Кусайем, Всевышний Аллах, объединил все племена, которые начинаются от фигра. Имеется ввиду кто? Под Кабайль. Имеется ввиду здесь хурайшиты. Имеется ввиду хурайшиты, которых он собрал на запретной территории Мекки, после того, как они были разбиты, где в других местах. Так, здесь можете у себя подписать то, что это первое мнение в этом вопросе, кто такой хурайш. Есть разногласия. Вот это вот первое мнение, что им является фигра ибнамалик, то есть, 10-й дед пророка, салалулаху ас-саламу, это мнение принадлежит Мусабу ас-Зубейри. Оно принадлежит Мусабу ас-Зубейри, который сказал, Куллюман лам юнсаб иля фигра фалеса хурашиен. Каждый, кто не приписывается к фигру, тот не является хурашитом. И как мы уже указали выше, это мнение также большинство ученых родословных. Далее второе мнение относительно того, кто такой хурайш и откуда начинаются хурайшиты. Здесь можете сразу себе подписать, то, что вот это вот мнение, второе, которое мы сейчас озвучим, его выбрал сам же Ибн Кафир. Сам же Ибн Кафир выбрал его в своей книге от Бедаева Нигая и сказал, И это второе мнение является правильным. Или, видишь, второе мнение, Сказали, нет, То есть, хурайшиты собираются в деде каком Аннабар ибн Кинана. Это уже 12-й дед. Это 12-й дед пророка, салалулаху алейхи вассалям. То есть, фигра ибнамалик ибнамадар. Вот этот надр, как раз, некоторые сказали, что именно он является урайшем, а не фигр. Говорит, И это мнение большинства ученых, И тех, которые глубоко разбирались в этом вопросе. То есть, здесь не нужно путаться. Хагзин Кафир ранее сказал, что мнение первое, это мнение большинства ученых родословной. А здесь говорит, что второе мнение, это мнение большинства ученых. Как понять? Как мы говорили? Первое, это ученые родословные, не ученые шариаты. А здесь мнение большинства ученых, это уже ученые шариаты. Говорит, «Вастудилла аля залика бель хадис, а лази закаруга Абу Ам, Абу Амар ибн Абдульбар». И в довод на это мнение был упомянут хадис, который упомянул Абу Амар ибн Абдульбар, рахиму Аллаху Та'ала, «Анил Аш'ас ибн Кайс, от Аш'аса ибн Кайса». Нам этот хадис, заранее скажем, что он является достоверным и приходит в Сесила Ас-Сахиха, шейха Аль-Албани под номером 2375. Этот хадис является достоверным. Приводится он у имама Ахмада, а также у ибну Маджи, а также у ибну Са'ада. В его снаде Муслим ибн Хайбан, которого не назвал крепким никто, кроме ибн Хиббана. Но сказал шейх Аль-Албани уже в другой своей книге, в книге Аль-Ирва, «Лакин рауа ангу саласа мин ассикат, но от него передают три крепких передатчика, сумма его таби'ин, и к тому же он таби'ин. Поэтому можно сказать, что он человек в уровне хороших хадисов, иншаллах. Так вот, что это за хадис, который указывает на правильность второго мнения, то, что Курейшем был именно Аль-Надр, именно Аль-Надр ибн Кинана, а не Фигар ибн Малик. Говорит, «От Аш'ата ибн Каис, который сказал, «Кадимту аля Расулиллах, саллаллаху алиусаляма, фи вовди кинда». Однажды я приехал к посланнику Аллаха, саллаллаху алиусаляма, фи вовди кинда, то есть среди вовд делегации кинда. Факульту и сказал ему, «Аля стумминна, я Расулиллах, разве вы не из нас, о посланник Аллаха? Разве вы не из нас, о посланник Аллаха?» Так здесь указание на то, что задается посланнику Аллаха, саллаллаху алиусалям, вопрос о его градословной, что она не скажет. «Кадалла», и тогда пророк, саллаллаху алиусаляма, сказал, «Нет, мы не являемся из вас». Говорит, «Нахну бамум Набар ибн Кинана». «Мы сыновья Набара ибн Кинана». «Мы сыновья Аннабара ибн Кинана». А известно было, что пророк, саллаллаху алиусаляма, из Курайшитов. И сам же пророк, саллаллаху алиусаляма, сказал, что он из племени Аннабар ибн Кинана, то есть из его сыновей. «Ла накфу уммана, уала нантафи минабина». «Ла накфу уммана». Здесь есть два разъяснения того, что означает «Ла накфу уммана». Одни сказали, мы не обвиняем, что пророк, саллаллаху алиусаляма, этим самым имел в виду, мы не обвиняем нашу мать в прелюбодеянии. То есть, если бы получилось, что мы из вас, то есть из племени Акинда, то получилось бы, что наша мать совершила прелюбодеяние, то есть далекая мать. Но мы не обвиняем ее в прелюбодеянии. А некоторые сказали, что мы не последуем за нашей матерью в роде, то есть в родословной, потому что наша мать из вас, и мы не будем отрицать наше отцовство, то есть то, что нашим отцом был Аннабар. То есть, пророк, салаллаху алиосалям, тем самым, что хотел сказать еще раз, значит два мнения. Первое, что мы не будем приписывать себя к нашей матери, потому что она из Кинда, но будем приписывать себя к нашему отцу, а это Аннабар ибн Кинан. И другое мнение, что мы не будем обвинять нашу мать в прелюбодеяни, потому что если бы мы были из Кинды, то получилось бы, что она совершила прелюбодеяни. Но она была праведной женщиной, в том смысле что? Праведной в смысле не прелюбодейкой. И поэтому мы не отказываемся от своего настоящего отца, а это Аннабар ибн Кинана. Как мы сказали, хадис является достоверным. Говорит, говорит Хафиз ибн Касир, и этот хадис передает ибн Маджа в своем сунане с хорошим исманом. И в нем приходит, то есть в этом хадисе, то, что Аль-Аш'аз говорил после этого, То есть говорил, какого бы человека ко мне не появили, который отвергает то, что Курейш, то есть племя Курейш, возвращается к человеку, которого зовут Аннабар ибн Кинана, Я непременно побью его плетями. То есть имеется ввиду, за что? Хаддул-Казф, то что называется, как шариатское наказание за обвинение женщины в прелюбодеянии. То есть вот этой вот далекой матери пророка, салаллаху алейхи ва салям. Говорит, и третье мнение в этом вопросе, То, что все Курейшиты возвращаются к единому отцу, а это Ильяс ибн Мудар ибн Низар. Нам Ильяс это какой? Шестнадцатый дед. А также четвертое мнение в этом вопросе есть, то, что все Курейшиты возвращаются к их единому отцу, к Мудару, то есть к семнадцатому деду пророка, салаллаху алейхи ва салям. Значит, сколько у нас получилось всего в вопросе мнений? Получилось четыре мнения. Первое, что все Курейшиты возвращаются к Фигру ибну Малику, а это десятый дед. Второе мнение, что все они возвращаются к Аннабар ибну Кинана, а это двенадцатый дед. Третье мнение, что они возвращаются к Ильясу ибну Мудару, а это шестнадцатый дед. А некоторые сказали к самому этому Мудару ибну Низару, то есть 17-му деду. Что касается вот этих двух последних мнений, то дальше по книге Хабзин Казир выражает свое мнение о них. Говорит, вот эти два последних мнения, это два мнения некоторых шафиитов. Говорит, передал их Абдул-Касим, Абдул-Карим, Ар-Рафи в своем шархе. Что касается Ар-Рафи, то скончался в 623 году хижри. В 623 году хижри, один из имамов шафиитского мазхаба. И в его шархе, возможно здесь имеется ввиду, Фатху-Л'Азиз, Фишарху-Л'Азиз, Фишарху-Л'Азиз, Фишарху-Л'Азиз. Говорит, воума ваджхан, гарибан диддан. Говорит, ибну Казир, и эти два мнения являются очень странными. Что мы говорили? Имеется ввиду ибну Казир под словом гариб. Гариб, то есть недостоверный, слабый. То есть эти два последних мнения являются очень слабыми. Знаешь, Хабибан Казир указал на то, что заслуживающие внимания из четырех мнений только два. Это первое и второе. И сам же, как мы сказали, он выбрал мнение второе в своей книге Аль-Бедая вон-Нихая. И можете у себя записать то, что это мнение действительно наиболее верно. Почему? Потому что на него указывает вот этот вот хадис, который пришел от Ад-Аш-Аса ибну Кайса, у имама Ахмада, а также у ибну Мари. Где сам пророк, салаллаху ассалям, сказал, что мы сыновья Ан-Надара ибну Кинаны. То есть здесь, под словом «мы» имеется в виду, кто мы? Хурайшита. То есть Хурайшита мы сыновья Ан-Надара ибну Кинаны. А иначе нет смысла указывать или ограничивать сыновство относительно Надара. Потому что пророк, салаллаху ассалям, мог указать и выше. Мы все дети, кого Адама. Или мы все дети, кого там, например, Сама. Или мы все дети Аднана. И так далее. Но пророк, салаллаху ассалям, указал именно Ан-Надара. На Ан-Надра отсюда берется то, что он имел в виду. Мы, то есть Хурайшиты. Говорит, фан макабаил аль-Яман. Вот теперь Хабзин-Касир переходит немного на другую тему. Сейчас все это дочитаем, вот этот вот раздел, потом подведем промежуточный итог, потом приступим к следующему, иншаллах, разделу. Говорит, а что касается племен Йемена, здесь под племенами Йемена, Хабзин-Касир имеет в виду именно арабов из них, потому что в Йемене были и другие народы, как мы говорили, могли быть перцы, могли быть эфиопцы и тому подобное. Что касается племен Йемена, Йемена, как допустим племя известная Химер, а также Хабрамот, а также Саба, это все имена людей. Химер, имя человека, Хабрамот, имя человека, Саба, имя человека. Во-говоре далеко и тому подобные племена арабов, говорит, то вот Йеменские арабы, они уже принадлежат Ахтану, то есть возвращаются к единому отцу, не Аднану, а к Ахтану, а к кому Ахтану. Здесь у себя подпишите полезный момент, важный, то что, и опять-таки из того, что указывает Ибн-Касир в своей книге Аль-Бедай-Ван-Нихая, то что все арабы, все вообще арабы, которые только существуют на земле, возвращаются к двум людям, к Аднану и Ахтану, поэтому их говорят Аль-Араб Аль-Аднания и Аль-Араб Аль-Кахтания, арабы аднанские и арабы Ахтанские. Что касается аднанитов, то они затем, после этого делятся еще на два больших рода, а это рабиа и мудар. Что касается тех арабов, которые возвращаются к Аднану, то они делятся еще потом на два больших рода, а это рабиа и мудар. А вот кахтаниты также делятся на два больших рода, это хабрамот и саба. Это хабрамот и саба. Ахимер уже потом пришли, так они уже не относятся к двум большим отдельным родам, которые произошли именно от кахтана. Хабрамот и саба. И есть еще пятый большой род, то есть мы сейчас называли кого? Рабиа и мудар, хабрамот и саба. Есть еще пятый большой род, который называется кубаа. Здесь вот сейчас придет в словах Хакзибна Кассира разъяснение о нем. Говорит уа кубаа, фига салата, туа куаль. А что касается кубаа, то есть кому возвращается большой род племени кубаа, то относительно него есть три мнения. То есть, первое мнение было сказано, что кубаа относится к аднанитам, можете у себя подписать, то что это мнение, первое мнение, наиболее известное, наиболее известное и наиболее распространенное. И когда мы говорили о восемнадцатом деде, о восемнадцатом деде пророка салаллаху алисаляма на прошлом уроке о Низаре, там было как сказано, арбаатум ауляду Низар, все они четверо дети Низара, ахи кубаа, который был братом кубаа, фигау аль аксири ахлин наср. Видишь, по мнению большинства ученых, родословный. Отсюда ты берешь, что большинство ученых родословный считали, что кубаа это брат Низара, то есть оба они возвращаются к аднану, в итоге они к кому не к Ахтану. Поэтому это мнение наиболее распространенное мнение большинства ученых. И третье мнение в этом вопросе, то что они вообще являются третьим отдельным, большим, огромным народом арабов, которые не относятся ни к аднану, ни к Ахтану. Смотри, Хабз ибн Кафир вынес свое мнение относительно этого третьего мнения. И это мнение является слабым, как мы сказали, гариб, то есть лаиф, то есть слабый. Хакау Абу Умар, это третье мнение передал Абу Умар. Что за Абу Умар? Имеется ввиду Ибн Абдул-Бар, Абу Умар и Ибн Абдул-Бар, а также другие. Значит, на этом закончился у нас раздел, в котором мы разбирали вопрос, кто такой Курейш и от кого начинаются Курейшиты. И указали на то, что в этом вопросе есть четыре мнения, а это то, что они возвращаются к Фигру ибну Малику, второе к Аннабару ибну Кинани, третье к Ильясу ибну Мубару, и четвертое, то что они возвращаются к Мубару ибну Низара. К Мубару ибну Низару. Так, говорили, последние два мнения являются очень слабыми, и наиболее правильными является мнение второе, что все Курейшиты возвращаются к Аннабару ибну Кинани, из-за того, что на это указывает хадис. И последний момент, который был разобран в этом вопросе, то что, что касается племен Йемена, то они возвращаются к другому большому народу, а это к Ахтану, а не к Аднану. И сказали, всего есть вот эти два больших народа арабских, это Ахтаниты и Аднаниты. Что касается Удаа, то сказали более распространенное мнение, что они также относятся к Аднану, как мы это разбирали еще на прошлом уроке. Теперь давайте следующий вопрос.